Красная ковровая дорожка у Театра Драмы сегодня не для деятелей кино и не для топ-моделей. По ней прошли самые талантливые, яркие и активные жители нашего города. Те, кто за свою жизнь добился не только личных успехов, но и принес родному городу настоящую славу. Баранкин Евгений Семенович! Мерехватова Александра Викторовна! Поздравить жителей города с праздником приехали первые лица региона. Среди них был и Павел Молков. С Рязанью связано огромное количество выдающихся имен. Это ученые, изобретатели, врачи, учителя, спортсмены, деятели культуры, искусства и многие-многие другие. Вообще это город тружеников и город героев, которые защищают нашу Родину. Я сам чем больше в Рязани живу, тем больше для себя ее открываю и тем больше этот город люблю. С 2012 года за заслуги в общественной деятельности самым неравнодушным жителям города вручают медали имени Надежды Чумаковой. В этот раз впервые на торжественную церемонию пригласили всех, кто за эти годы был награжден. Их ряды отныне пополнились. А также в городе стало больше на одного почетного гражданина. Звание получил методист Академии права и управления ФСИН Петр Батько. В первую очередь Рязань – это люди. Люди. И вообще рязанцы – это большая семья, которые умеют порадоваться друг за другом, поддержать в трудную минуту. Рязанцы, они, мне кажется, особенные. Они и теплые, и в то же время принципиальные. Имеют свой характер. Всегда много говорят в лицо. Давайте оставаться такими и все вместе. Я думаю, мы наш город сделаем еще краше, лучше и добрее. Накануне празднования Дня города Виталий Артемов побывал в Херсонской области, где наши коммунальщики помогают региону готовиться к осенне-зимнему периоду. А рязанские строители участвуют в восстановлении Мариуполя. Поздравление Рязани с Днем города Виталий Артемов привез и от главы Херсонской области.